Продолжение следует... 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 Теперь посмотрим, как действуют проективные преобразования на решениях уравнения Эйлера. Мы будем рассматривать действия группы проективных преобразований плоскости SL3R на множестве всех прямолинейных тканей. Это действие переносится и на пространство решения уравнения Эйлера. Представление алгебры Ли SL3R, которое отвечает проективному действию группы Ли. Следующее предложение показывает, как действует алгебра Ли SL3R на пространстве решения уравнения Эйлера. Векторные поля такого вида задают представление алгебры Ли SL3R на тотальном пространстве слоения Пи-штрих. И эти векторные поля являются симметрией уравнения Эйлера. Ну и далее переходим непосредственно уже к проективным инвариантам плоских прямолинейных три тканей. Такие ткани задаются тремя различными решениями уравнения Эйлера. И SL3R действия на них в силу предыдущего предложения имеет вот такой вот вид. Векторные поля такого вида задают представление алгебры Ли SL3R на тотальном пространстве слоения Пи. И эти векторные поля являются симметриями системы трех уравнений Эйлера-4. Решая вот такую систему уравнений, мы получаем следующий результат поля проективных дифференциальных инвариантов. Порядка меньше либра равно двум плоских прямолинейных три тканей порождено инвариантами второго порядка И2-1, И2-2 и И2-3. И это поле разделяет регулярные SL3R орбиты в Е2. А теперь проведем основной результат о строении алгебры дифференциальных инвариантов прямолинейных плоских в три тканях. Поле проективных рациональных дифференциальных инвариантов порождено инвариантами И2-1, И2-2 и И2-3. И инвариантными дифференцированиями НАБЛА-1 и НАБЛА-2. И это поле разделяет регулярные орбиты. Ну, в принципе, у меня все. Большое спасибо за внимание. Окей, спасибо большое. Некоторые вопросы. Подскажите, получается, уравнение Иллера в гидродинамике при движении невзаимодействующих частиц. То есть, получается, с помощью вот таких вот дифференцирований можно упростить восприятие или решение, перейдя к уравнениям ФЛЕКСа, как вы говорите. То есть, вот такое что-то. Если я правильно понимаю. Да. Оно, причем, в точности совпадает вот с этим уравнением, которое описывает этот поток, там просто буквально вот до, там вместо ифрик только Т. Вот, это оно и есть как раз. А также, извиняюсь, спасибо. А также можно, может, какие-то другие Нейлера, вот навес токса, например, такой, а не пробовали вы, не смотрели? Ну, на этом мы не делали акцент, вот, ну, попробуем, может. Ну, тоже возможно, да, то есть, как бы. Ну, да, это интересно. Спасибо за комментарий. Спасибо.